Отечественная мясная продукция соответствует всем требованиям ЕАЭС, заявил Каласпек Джумаканов, отвечая на вопросы депутатов. Такое сообщение главный ветеринар страны сделал на фоне того, что на сегодняшний день большая часть сельхозживотных Кыргызстана прошли процесс идентификации. Хочу особо отметить, что после того, как в Кыргызстане стали выполняться технические регламенты ЕАЭС в части ветеринарной и фитосанитарной безопасности, география поставок нашего мяса увеличилась. Помимо традиционного российского и казахского рынков, интерес к отечественной продукции стали активно проявлять Иран, Кувейт, Китай и Узбекистан. Между тем, стоит отметить, что в Кыргызстане официально работают 97 убойных цехов, и только 7 из них отвечают международным требованиям. И этот фактор депутаты припомнили главе профильного госоргана. В республике продолжают работать убойные цеха с антисанитарными условиями, хотя после вступления Кыргызстана в ЕАЭС вы знаете, что этим пунктом требования усилились. Мы не против того, чтобы люди дома резали животных, так как мы не сможем вести учет, поскольку разрез сельхозживотных проводится каждый день. Но мы поставили условие, что если человек собирается поставлять мясо на рынок, то он обязательно должен зарезать сельхозживотное в убойном пункте. А где гарантии того, что мясо, поставляемое с этих цехов на внутренний потребительский рынок, отвечает высокому качеству? Необходимо разработать механизм учета, поскольку не всегда ветеринары посещают дома для учета сельхозживотных. Мы использовали на все миллион семьсот тысяч голов крупного рогатого скота. Также есть в запасе у нас на складе бирки. Из бюджета не было потрачено денежных средств для идентификации сельхозживотных. Джумаканов сообщил, что специально для этих целей были использованы деньги российского гранта. Сумма впечатляет – 7 миллионов 200 тысяч долларов. На эти финансы были приобретены такие средства идентификации, как бирки для овец, коров, свиней, а также чипы. В ответ депутаты спросили, можно ли самим тогда производить эти снаряжения и тем самым сэкономить донорские вложения. На что главный ветеринар ответил – Кыргызстан пока что не может получить соответствующий сертификат в Евразийской экономической комиссии. Медербек Мамбиталиев, Эльчбек Аштабаев, Новости Ошперим.